Перед тем, как вносить какие-либо изменения в действующую структуру правительства, Виктор Томенко досконально ее проанализировал. И пришел к выводу, структура требует доработки. Основываясь на собственном опыте, Виктор Томенко возглавлял правительство Красноярского края около 7 лет. А также консультируясь с профильными чиновниками, была сформирована обновленная структура. У нас на сегодня 10 министерств. Мы делаем такие преобразования, которые приведут к тому, что министерств будет 13. То же самое с управлениями Алтайского края. 10 управлений. Будет у нас в обновленной структуре 13 управлений. Вместо одной госинспекции у нас будет 4 инспекции по отдельным направлениям. Так, например, Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства преобразуется в две самостоятельные единицы – Министерство транспорта и Министерство строительства и ЖКХ. А Управление по культуре и архивному делу станет Министерством по культуре. Подобное произойдет и с рядом других министерств управления края. Новая структура правительства края максимально приближена к структуре правительства России. При этом Виктор Томенко отметил, что нормативы финансовых затрат на содержание органов исполнительной власти края превышены не будут. Депутаты и лидеры фракции в АКЗС в целом обновленную структуру оценили положительно. Структура органов исполнительной власти считаем, что выстроена оптимально. И вот то, что Министерство транспорта в отдельную структуру выделили, абсолютно верно. Что радует, что у нас отдельное Министерство культуры, Министерство спорта – это логично, это и с федеральным центром выстраивается. Это шаг вперед, многие проблемы открыты, обозначены, теперь только остается качественно наполнить людьми. Управление спорта и делами молодежи – это тоже совершенно разный функционал, его тоже нужно развести. Сейчас мы видим в предложениях о том, что будет отдельно Министерство спорта и будет отдельно управление по делам молодежи. Мы солидарны. Есть еще? Поддерживаем. Сегодня команда, которая готова на хорошие, позитивные дела, на высокие результаты. Это все во благо жителей Алтайского края. Видим четкую попытку создать команду, эффективную команду, чтобы она работала успешно. И, конечно, нас, оппозицию, это радует. Виктор Томенко также отметил, что в Алтайском законодательном собрании появился его представитель – это Стелла Штань. Ее функции – налаживать связи между правительством края и законодательным собранием. При этом, отвечая на вопросы депутатов, отметил, что должность представителя будет включена в структуру правительства края. Тот сленг, по которым шел губернатор на выборы «Энергия развития», она даже в четырех важных министерств управления находит свое воплощение. 16 октября Виктор Томенко подпишет документы о реорганизации структуры органов исполнительной власти правительстве. А уже на следующей неделе начнутся новые назначения. С подробной схемой новой структуры можно ознакомиться на официальном сайте правительства региона. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости.